Здравствуйте всем! Сегодня мы не будем, как обычно, разбирать символику очередного мифа, а поговорим на одну спорную тему, над которой я некоторое время размышляла. Речь пойдет о славянской богине Марии или Марине. Есть в этом вопросе некоторые непонятные моменты. Итак, что нам известно о Маре? Мара – это дочь нашего творца Сварога, Мара Свароговна, наравне с Лилией и Живой. Казалось бы, светоносное существо, несущее духовные принципы. Однако, в отличие от Лилии и Живы, Мара известна нам прежде всего как логиня смерти и зимы, покоя и сна. Она – чередейка и покрабительствует волшебству. Первая жена – Дождь Бога, от которого она, согласно мифам, сбежала с Кащеем. Изучая историю Мары, мы узнаем, что она, живя в светлом Ирии, рядом со своими божественными родителями Сварогом и Ладой, дружила со змеями, приглашала их к себе в гости и пировала с Горынычами. И не только. Далее, еще непонятнее. Она завладевает волей Дождь Бога с помощью колдовства или приворотов и женит его на себе. Но, как известно, такая любовь длится недолго. И вот Мара сбегает от мужа не с кем-нибудь, а с Кащеем, с Чернобогом и становится ему женой. А когда законный муж Дождь Бог пытается вернуть ее обратно, обманывает его и опаивает зельем, алкоголем и просит Кащея убить Дождь Бога. Это один миф. Есть еще одно интересное упоминание о Марине, когда она ходит среди людей. Потом она возвращается в Ирии и начинает световать, что люди, дескать, совсем обнаглели, не почитают богов и живут своей правдой, а не законами божьими. Тут совсем непонятно, как такая, как Марина, натворившая столько преступлений, может осуждать людей, и как она вообще может быть дочерью Сварога-создателя и любви Ладушки. Чтобы понять такую символику, вспомним, что и Леля, также дочь Сварога, любовь молодая. В мифах может выступать и как Кали-Юда, злая старуха, отравившая из зависти Снегурочку, и как любовь спасающая, когда она силой своей смогла перетянуть на сторону света волха-змея, хотевшего изначально покорить весь мир и погрузить его во тьму. Впоследствии она вышла за него замуж. То же самое происходит и с Марой. Но перед тем, как пояснить этот момент более подробно, хочу сказать вот о чём. Дело не в том, что Сварог с Ладой способны порождать нехороших детей. Дело в другом. Веды ведают о том, что Сварог и любовь матушка Лада породили некие принципы, на которых держится Вселенная, и материальная в том числе. И эти принципы изначально чисты и не искажены. Однако сейчас в мире присутствует враждебная нам сила, которая искажает эти изначально чистые принципы. И об этом предупреждают веды. Они ведают о том, каким образом это проявляется в наших душах и в жизни. К разным сторонам Лили мы ещё вернёмся, когда будем разбирать миф о Снегурочке. А у Марине поговорим подробнее. Сначала поясню светлую сторону этой богини или этого принципа. Мара – самая красивая из дочерей Сварога. Её суть можно сравнить с пониманием руны Иса. Это покой, содержащий в себе потенциальную силу. Силу, которая созревает для активных действий. Для того, чтобы создать творение, нужно сначала подумать, созреть для творческого акта. Эти внешние тишина и покой, внутри которых идёт работа, переход количества в качество. Согласитесь, это действительно необходимое время торможения и застоя. В астрологической традиции суть действия Марины можно выразить через действия кармических аспектов. С одной стороны, они ограничивают в чём-то человека. Нужная ситуация не приходит извне. Казалось бы, это очень тяжело иногда переносить. Но с другой стороны, это даёт возможность человеку остановиться и подумать, переосмыслить, что он понимает или делает неправильно. Чтобы пришли желаемые перемены, нужно совершить внутреннюю работу над ошибками, раз уж тебя в чём-то ограничивают по судьбе. Это и есть действия Марины – затишье перед бурей. Далее. Мара считается богиней смерти. Но о чём здесь идёт речь? Что можно назвать смертью, если мы говорим о светлой стороне Марины? Если мы говорим о моменте перехода души в непроявленное состояние после угасания тела физического, то это не смерть, это трансформация. Марина успокаивает и наставляет душу в такой момент. И в этом смысле смерть или переход нельзя считать злом. Сейчас материальный мир заключён в кольцо конечного времени. Здесь мы не только развиваем качество души, но и сталкиваемся с проявлениями тёмных сил, как в себе, так и в окружающем мире. Представляете, если бы мучения телесные и душевные длились вечно? Поэтому смерть или переход в иное состояние даёт нам передышку, прежде чем мы снова отправимся в мир материи, исправлять свои ошибки, естественно, кому это необходимо, согласно закону кармы. Итак, как богиня Великого Перехода, и здесь Марина совершает благое дело, поддерживая душу, не говоря уже о том, что она дарует покой и сон, а значит, отдохновение от дел праведных. По этой же аналогии и зимушка-зима является периодом отдыха для природы перед новым цветением и размножением. Марина покрабительствует всем философам и людям умственного труда, тем, кто в отдалении от мира постигает его скрытую духовную сторону. Это богиня философии, мудрости, старости, но не дряхления и болезни, а старости – это как мудрость, приобретённая с опытом. Дряхлость и болезни – это порождение не Марины, совсем не Марины. Итак, во внешнем покое Марины заключена огромная потенциальная сила, переход количества в качество, переход от материального существования к духовному, переосмысление и внутренняя работа, мудрость как результат осознанной душевной работы. А теперь поговорим об обратной стороне медали. Эту сторону я называю не Марина или Мара, а Мора, от слова «морок». Здесь слово «смерть» приобретает своё истинное значение. Это не переход в иную форму существования, а это внутреннее состояние души, когда дух засыпает в обнимку с совестью, и человек напряжь забывает, кто он на самом деле. Он думает, что вся его суть – это только смертное тело. Это и идеология материализма, которой наших родителей любили пичкать марксисты-ленинисты. Это когда деньги и телесные удовольствия добываются любой ценой. Это и есть настоящая смерть или сон разума. Далее. Мора от слова «морок» морочит людей или чародействует. «Согласно одному из духовных законов, нельзя нарушать волю человека и лишать его выбора, если он находится в трезвом уме и крепкой памяти. Применяя силу стихийных духов с целью воздействия на психику человека для достижения своих эгоистических желаний, мы нарушаем этот закон. Силу стихийных духов можно использовать только во благо». По рассказам многих людей, любовь присушенная, то есть добыта с помощью присушек, отсушек и так далее. В частности, ненастоящая, она длится недолго, да еще приносит самому человеку, ее применившему, сквернение. Вот о какой смерти ведают веды через образ Моры. Ты служишь богине духовной смерти, если занимаешься карапанством или так называемой черной магией. Хотя сама магия – это нечто другое, о чем я уже рассказывала в предыдущих видео. А духовная смерть рано или поздно влечет за собой смерть души, если человек не проснется от сна наивеенного Мора. Сюда же относится и алкоголизм, или, например, убийство собственного мужа ради того, чтобы быть с другим. Можно же просто поговорить и отпустить. Но, возможно, здесь скроется иной смысл. Например, что Мора с Кащеем хотели умертвить даже Бога, то есть перетянуть его на сторону темных сил. Мора – жена Кащея Чернобога. Она тоже богиня смерти и сна, но это смерть и сон, которые приводят в конечном итоге к разрушению души и личности, а не к покою и отдохновению. Мора – это искаженный принцип Морены, который несет… Морена несет, в свою очередь, качественные перемены через временное состояние покоя. Даже имя Мора означает «Мать Света», а вот Мора – слово «морить», «умершлять». Я смотрю на этот вопрос именно так. И веды показывают нам, как такое может произойти с нами, с нашими душами, и какому пути нужно следовать, чтобы тебя не заморочили. Итак, почитайте не Мору, а Мару, богиню преображения и мудрости. Благодарю за внимание.